Хей, ребят, всем привет! Добро пожаловать на мой канал JulieLewisey. Я рада видеть вас снова на моем канале. И давайте сегодня поговорим о такой интересной теме, которая действительно вызывает внимание, потому что США наконец-то открывается. И, вы знаете, когда я это услышала, я сначала, ну, не поверила, просто потому что это достаточно быстро, то есть вирус как бы еще не прошел, но уже все открывается. Почему так, да, то есть почему так рано открывается все? Когда я задалась этим вопросом, я начала гуглить, смотреть видео, и поняла, что открывается все просто потому, что капитализм не может существовать без бизнеса. Без этого капитализм просто-напросто пойдет вниз. В Америке, конечно же, гораздо, гораздо лучше, когда весь бизнес оперирует, да, то есть не теряются деньги, и государство не теряет деньги, потому что, понятное дело, что людям нужно выплачивать 600 долларов, да, в неделю, если они там без работы, и, соответственно, да, для бюджета страны и любой это не круто, не вау, вот. Но, тем не менее, это происходило, мы не получили никакие деньги, потому что я пока что не работаю, соответственно, даже если бы я как-то их получила, для этого мне нужно было бы пройти через кучу каких-то моментов. Например, я их не получила, потому что я, когда переехала сюда, не работала настолько долго в компании, да, в отельной, как бы, соответственно, я не квалифицировала, я не могу претендовать на получение этих денег, но это нормально, потому что все равно поддержка откуда-то приходит, и, ну, знаете, все-таки это чуть-чуть получше, чем в России. Я смотрю много новостей, пабликов, да, и я вижу, что реально ситуация там, ну, не прям вау, то есть я приведу пример, потому что, смотрите, я приведу пример, да, в Штатах в первую очередь открывают все рестораны, все шоппинг-моллы, да, торговые центры, в России же, насколько я прочитала сегодня новость в Яндексе, то, что Собянин будет открывать рестораны в последнюю очередь, то есть это как бы такой последний этап открытия, да, экономики, тогда как в Штатах в первую очередь будут открываться рестораны, то есть это здесь по-другому. Разные страны по-разному относятся к открытию ресторанов как к источнику налогов и вообще, чтобы люди вернулись к работе, да, чтобы у них были деньги какие-то. Я расскажу такую интересную историю. Мы вчера решили поехать в мексиканские страны, потому что, как вы знаете, если вы не знаете, я вам скажу, что по вторникам в Штатах есть такой, знаете, Taco Tuesday, это переводится как вторничный тако, то есть по вторникам можно купить тако по гораздо более дешевым ценам, то есть вот вторник в США, это вот день тако, все идут в мексиканские рестораны и едят тако, мексиканскую кухню, пьют маргариту. Мы иногда это делали, по-моему, когда еще было все открыто, вот, и вчера муж говорит, поехали, пойдем в ресторан, наконец-то, все открыто, и я была такая, серьезно, все открыто, как-то даже, ну, верится. Короче говоря, мы поехали в пару ресторанов посмотреть, что там да как, и каково же было наше удивление, когда в каждом ресторане просто огромное количество машин, люди стоят в очереди, чтобы просто-напросто сесть и покушать в этом ресторане. А почему очереди, да, образуются? Просто потому, что рестораны, они оперируют не на полной посадочности, не на полной посадке, а на половинчатой. Что это значит? То, что просто-напросто у людей дистанция между столами, то есть не могут посадить, там, знаете, как обычно, стол, 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 и люди сидят на каждом столе, за каждым столом. Нет, потому что все-таки еще вирус как-то непонятно, он есть, он или уже как-то на спад идет, все равно рестораны открылись, да, но все равно дистанция между людьми есть. И поэтому, чтобы просто пойти в ресторан, ваш любимый, нужно ждать 40 минут или 45 минут ждать, чтобы заказать еду на вынос. То есть мы такие, понятно, и просто поехали домой, заказали пиццу, потому что все мексиканские места были закрыты, и это был вторник. Обычно как-то все-таки поживее работают. Вы знаете, людей огромное количество в ресторанах, то есть один из ресторанов, куда мы ходили, один раз нам очень понравилось, просто все битком забито, люди сидят, общаются за столиками, там, выпивают маргариты, да, и понятное дело, что в такие моменты ты понимаешь, что люди реально соскучились по ресторанской еде, вот этой атмосфере, не дома, наконец-то, да, то есть можно понять, что люди скучали, поэтому это все закономерно, как мне кажется. Скажите, а у вас в городе начинает что-то открываться постепенно или нет? Напишите в комментариях. Так что, да, ребят, будем ждать, когда все наконец-то откроется. Это был такой долгий карантин, все ждали открытия всего. Всем надоело уже дома сидеть, конечно же, поэтому будем ждать, когда все наконец-то уже откроется, потому что это было долгое время, когда все сидели дома. Наверное, такого никогда не было, чтобы, знаете, весь мир просто был на карантине, вот. Поэтому я думаю, что все люди уже, знаете, подумывают насчет того, куда можно поехать, а что я буду делать после карантина, потому что я даже, я проходила такие, знаете, небольшие ангентирования, которые там дают по доллару тебе, ну так, просто посмотреть, как это работает, и там спрашивают людей, когда вы планируете поехать куда-то, куда вы планируете поехать, то есть через сколько вы считаете возможным путешествовать, когда это будет безопасно делать, да. Или еще очень интересный такой вопрос, который задавали они, это когда вы считаете идеальным, да, отелем рекламировать свои услуги, или говорить, что, хей, сезон пляжа скоро наступит, то есть вот уже, ну на самом деле, я так понимаю, что люди уже скоро просто-напросто могут путешествовать, и на самом деле, даже мой муж говорит, что мы куда-то поедем 100% после того, как закончится карантин, и в принципе это, знаете, имеет смысл, потому что люди устали сидеть опять же дома, хочется как-то снижать обстановку и, ну знаете, поддержать местный бизнес, потому что, понятное дело, отели, рестораны сейчас вот, ну, во время, на время карантина, конечно же, у них с бизнесом было не очень, и вот я понимаю, что профессии, которые связаны с общением, с предоставлением услуг, они не так важны в данный момент, кто знает, возможно, скоро все перейдет вообще в интернет и просто в работу с ноутбука. Это было, знаете, такое короткое видео, чтобы апдейтить вас, что вообще происходит сейчас в Штатах, именно во Флориде, я надеюсь, что ваш картин проходит замечательно, напишите мне в комментариях, ребят, какие рестораны вы планируете посетить, в первую очередь, когда все откроется, мне будет очень интересно, для меня, наверное, это будет какой-нибудь хороший итальянский ресторан, ну, либо суши, вот, потому что все-таки, когда ты заказываешь суши с доставкой, они, ну, не такие свежие, сами понимаете, вот, надеюсь, вам понравилось мое такое, знаете, короткое экспромтное видео, ваша Julia USA, надеюсь, все у вас хорошо, скоро увидимся, прощаюсь. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!